Северная война На своем канале я решил сделать серию фильмов, посвященных Северной войне. Она велась между Россией, возглавляемой Петром Первым, и Швецией, а также их союзниками. Я буду делать упор на период Полтавской битвы 1709 года. В данных фильмах разберу вооружение, тактику, внешний вид войск этой исторической эпохи. Также вы увидите военно-исторические модели, выполненные мной в масштабе 1 к 72. При этом это будут не только просто покрашенные модели от различных производителей военно-исторических миниатюр, а еще и довольно большое количество конверсий, сделанных для улучшения и разнообразия коллекционной армии. Начнем с источников, из которых можно черпать знания о данном историческом периоде. Для меня увлечение эпохи Петра началось с советских фильмов, таких как «Россия молодая», «Петр Первый», «Юность Петра» и других. А также школьная программа оказала на меня влияние, где образ царя-реформатора показан с положительной точки зрения. Также повлияли на меня книги. Книга «Век России» фирмы «Россман» из серии книгой «Битв». В ней простым и понятным подростку языком рассказывалось о Северной войне. Иллюстрации хороши с художественной точки зрения, но и столичность изображенных солдат сильно хромает. В ноябре 2011 года мне в руки попалась книга Каштанова «Виват Россия». Иллюстрации мне понравились. Книга достаточно объемная, 224 страницы. Она произвела на меня сильные впечатления. Автор в очень популярном стиле рассказывал историю Северной войны. При этом автор текста сам же является иллюстратором и снабдил книгу множеством картинок, поясняющих текст. Пишет Каштанов про епанчи, и мы видим на картинке этот плащ. Пошла речь про гренадеров, и мы видим способ метания гранаты. Это абсолютно верный подход к оформлению книг, особенно описывающих экипировку войск. В следующем году я стал покупать фигурки для создания русской и шведской армии в 72-м масштабе на период Полтавской битвы. Началась работа, продлившаяся с перерывами около 4-х лет. В ходе сбора материала для создания противоборствующих армий я читал статьи и форумы в интернете. Постепенно у меня накапливалась информация по реконструируемой эпохе. Хочу поделиться некоторыми моими находками. Хотел бы отметить форум сайта «Бумажные солдатики». Там шло довольно живое обсуждение тематики Северной войны и особенно экипировки воинов. При этом было довольно много информации про шведскую армию. К сожалению, сейчас многие ссылки на этом сайте не работают. Замены этому форуму на данный момент может служить интернет-сообщество «Империал». Там в форуме есть тема «Северная война 1700-1721 года». Армия России, Швеции, Саксонии и других стран-участниц. Участники форума делятся друг с другом информацией. Там можно найти качественные иллюстрации реконструкции и другую информацию. Также попался мне хороший сайт «Кроноскав». Он на шведском языке. Можно воспользоваться переводчиком в браузере. Войска на этом сайте представлены на 7-летнюю войну. Можно посмотреть эмблемы на флагах по полкам. Эмблемы в верхнем левом углу флагов, как правило, соответствуют тем, что были при Карле XII. Отличным подспорьем вам будет книга Шаменкова С.И. Гренадёра шведской армии Карла XII. Качество реконструкции, обмундирования войск из этой книги мало у кого вызывает вопросы. Есть ещё вот такая книга на шведском. Из неё можно брать информацию по полкам и знамёнам шведов и русских. При этом флаги нарисованы так, чтобы можно было их скачать, обработать и распечатать на цветном принтере. Это очень удобно и важно, так как позволяет сделать качественные цветные флаги для миниатюр. Рекомендую посетить сайт Тацитус. Здесь можно найти данные о битвах Северной войны. Особо интересным является информация о полках, участвующих в той или иной битве, и их униформа. Например, на Полтавский бой есть расстановка полков и их внешний вид. При этом в экипировке могут быть неточности. Но если у вас нет другой информации, то можно с осторожностью воспользоваться этим сайтом. Отличным источником для реконструкторов Петровских войск является книга Татарникова КВ «Русская полевая армия 1700-1730-х годов». Это действительно фундаментальный труд, на который можно опираться. В нем автор разбирает комплектование, вооружение, униформу русских войск. К сожалению, данная книга у меня появилась уже тогда, когда я сделал свою армию на Северную войну. Поэтому некоторых ошибок в реконструкциях мне избежать не удалось. Вам пригодится журнал «Новый солдат» номер 189, пехоты Петра I. Прочесть рекомендую журналы «Сейх Гаусс» номер 4 1995 года, номер 5 1996 года и номер 6 1997 года. В них есть статьи Егорова «Армия Петра I. История одной мистификации». В данных журналах производится научный разбор книги Каштанова «Армия Петра I». Указываются грубые ошибки в реконструкции униформы, тактики войск и т.п. Про разбор книги Каштанова я делал отдельное видео, с ним вы можете ознакомиться на моем канале. Рекомендую прочесть книги «Курлянская операция» 1705-1706 годов В.С. Великанова и книгу «Дунайский поход» Петра I в 1711 году В.А. Артамонова. Они позволяют лучше понять тактику войск, проблемы снабжения, боевые характеристики бойцов. Артамонов хорошо разбирает казацкие войны в Речи Посполитой, происходившие в данный исторический период, и представляет карты Юга России и территориальные потери, вызванные поражением в прутской баталии. Также автор показывает нам реального Петра I с его страхами и сомнениями. Именно депрессия и временная слабоволие царя – привелок к неудачной кампании 1711 года. Это сильно контрастирует с поведением Петра I в Полтавской битве, когда царь лично ввел солдат в атаку. Изучая историю и личностей, ее творящих, не нужно идеализировать прошлое. Старайтесь смотреть объективно на изучаемые события. В Ютубе есть интересное видео «Разведопрос. А. Лобин» про мифы о русской артилерии 16-17 веков. Там Жуков и Лобин обсуждают русскую артилерию. С 35-й минуты речь идет об артилерии Петра I. Здесь изложен современный подход к изучению военной истории. Представлены последние открытия в данной области. Я перечислил основные источники информации, на которые я опирался, изучая период Полтавской битвы. Это не исчерпывающий перечень, так как каждый год выходят все новые и новые книги и научные статьи. И это хорошо. Значит, данная эпоха не забыта. Идет ее изучение как в научном сообществе, так и среди обычных граждан. Надеюсь, и я внесу свой небольшой вклад в популяризацию данной исторической эпохи. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok